Я прошу внимательно смотреть. Вопросы эти другим дают. Вот священники выступают Дмитрием и Смирновым, которые известные очень такие. Я уж не беру там Островского и богохульников настоящих. Но настоящие, которые священники, им задают этот вопрос. Как они отвечают? И заметьте, как тут отвечено. Посмотрите, если вам виден текст, жирным, курсивом, это из Святой Библии. Они Библию как будто в руках не держали. И он молотит языком и не думает, что за каждое слово отвечать придется перед Богом на страшном суде. Люди пришли не ко мне. Камеру поправьте, Гнард Тихонович. Бог что говорит? Они хотят узнать волю Божию. Вот такой ответ. Смотрите, вот сейчас вопрос и ответ. Вы или камеру поправьте, или сами выпрямитесь, не видно вас. Ты прав. Вопрос 99. Если человек умрет, будучи отлучен от церкви, он погиб? Ну, скажем, попал под машину и не успел причаститься. Ответ. Вопрос о погибели и канонизации спасения будет решен только на суде Божьем. Евангелие от Матфея, 25 глава. Отлучение незаконное падет на отлучающего. Книга второзакония, 19 глава, 16 стих. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сидеть человека, у которых тяжба, пред Господом, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Это же подтверждают церковные каноны и жития святых. Многие святые, как Иоанн Златоуст, умерли, будучи отлученными. Притча 26.2 Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Незаслуженное отлучение приносит награду отлученному, как претерпевшему сильный удар. У праведника самое сильное убежище – надежда на спасение. И враги бьют именно в эту точку. Псалом 3.3 Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Если же отлучен законно и умер без примирения, весьма опасное состояние и мало надежды на спасение. Бог будет судить. Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Посланием к евреям, 4 глава, 12 стиль. Слово Божье будет судить нас и учитывать намерение. Хотел примириться, но обстоятельства не содействовали. Вот библейское отношение к намерению. Евангелие от Иоанна, 12, 48. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Премудрость Соломона 6 глава, 3 стих. «От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, Который исследует ваши дела и испытает намерение». 3 езды, 16, 64. «Он знает намерение ваше, и что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши». Книга Серахова, 35, 21. «Доколе не воздаст человеку по делам его и за дела людей по намерениям их». Книга Тавита, 4, 19. «Благословляй Господа Бога во всякое время и проси в Него, чтобы пути Твои были правы, и все дела и намерения Твои благоуспешны. Ибо ни один народ не властен в успехе начинаний, но Сам Господь не спосылает все благое и, кого хочет, уничижает по своей воле. Помни же, Сын Мой, заповеди Мои, и да не изгладятся они из сердца Твоего». И дальше еще 2-3 вопроса.